OBD2 код неисправности техническое описание, высокий уровень цепи датчика трансмиссии и что это обозначает. Этот диагностический код неисправности DTS является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Это общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS, в подгруппе передачи, это код неисправности типа B, который означает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM, или модуль управления трансмиссией TSM, не будет освещать контрольную лампу двигателя до тех пор, пока не будут обнаружены условия для установки кода на двух последовательных последовательностях клавиш, ключ VKL-VKL, VKL-VKL, PSM или TSM использует датчик диапазона трансмиссии. Также называемый выключателем блокировки, для определения положения рычага переключения передач, если в течение более 30 секунд он принимает сигналы, которые указывают два разных положения передачи одновременно, будет установлена P0708, если это происходит два раза подряд, загорится индикатор двигателя проверки, и трансмиссия будет переведена в режим «отказоустойчивый» или «бездорожный». Пример внешнего датчика диапазона передачи TRS, изображение TRS от Dorman, симптомы и строгость кода, загорится индикатор проверки двигателя, сопровождаемый очевидным отсутствием снижения мощности при полной остановке из-за запуска трансмиссии на третьей передаче. Продолжение вождения автомобиля может привести к серьезному повреждению коробки передач. Датчик диапазона передачи По моему опыту, наиболее распространенными причинами этого кода были неисправный датчик диапазона или неправильная регулировка троса, рычага переключения передач. Проверить эту схему проще всего с помощью диагностического прибора, но если он недоступен, есть еще несколько вещей, которые вы можете проверить. Держите ключ во включенном положении с выключенным двигателем, КОИО, с цифровым вольтметром вы можете проверить каждую цепь обратного сигнала в отдельности, проводя обратный зонд в датчике, когда он еще подключен, попросите помощника переключаться на каждую передачу по одному. Каждая сигнальная цепь должна иметь напряжение только в одной позиции и одной позиции и если в одной цепи присутствует напряжение в нескольких положениях редуктора, заподозрить неисправный датчик диапазона. По своему опыту я никогда не видел, чтобы PSM, TSM был причиной любого кода неисправности, связанного с датчиком диапазона, это не значит, что это невозможно, потому что это просто невозможно, однако я видел неисправный PSM, TSM, который был поврежден коротким замыканием в датчике диапазона, если вы подозреваете неисправность в PSM, TSM, убедитесь, что вы нашли причину повреждения, прежде чем устанавливать новую, чтобы избежать ее повреждения. Соответствующие коды датчика диапазона передачи, P0705, P0706, P0708, P0708 и P0709.